Хоба, работает система. Привет, доктор Влад на проводе. И сегодня мы с вами разберем сразу два вопроса. Мне вот тут задали два вопроса, но они оба маленькие. И поэтому я их как бы в один ролик и запихнул. Значит вот сначала, ну вот спрашивает женщина. У меня вопрос. Как-то вы упоминали тему о правах собственности, куда можно ходить, где запрещено. И вот вы с собакой гуляете, заходите ли на участки рядом с домами и т.д. Расскажите об этом подробнее, как в обычной жизни американцы отделяют личное от общего. Заранее спасибо. Ой, как это? Даже не знаю. Ну для меня вот это естественно уже стало. Что вот у нас есть дом. У дома есть фронтьярд, бэкярд. Вот, то есть фронтьярд это перед домом. Там, значит, ну фронтьярд и еще драйвей. Вот там, где асфальтировано, машина заезжает в гараж. Есть бэкярд, на котором там, ну можно шашлыки, например, делать. У меня вот там помидоры растут. Вот, ну и тоже мы шашлыки тоже делаем. Вот так. Это, ну там нет никакой особой загородки какой-то. Вот, ну просто мы знаем примерно, вот, допустим, от нашего дома, да, до дома вот соседа, этого почтальона, да. Ну где-то посередине проходит граница. Вот, ну вот когда траву стрижем, да. Ну я немножко заезжаю на его сторону, да. Он когда стрижет, он немножко на мою сторону заезжает. Между домами там вообще, там, ну не знаю, метра два, наверное. Вот, и я вообще вот всё всегда стригу, вот именно, как говорится, и своё, и его. Хотя там половина моя, вот половинка, вот это там метр-полтора, да, половинка его, вот соседа. Ну и они тоже, вот если уж стригут, так стригут всё. Ну как-то так. Можно ли там ходить? Нежелательно, очень нежелательно. Только если вам это нужно, действительно, ну для чего-то, не знаю, там собака убежала, например, ну тогда уж я бегаю везде. Вот, или, ну, что-то, что-то потребовалось, что-то у меня там ветром унесло. Допустим, я иду на его территорию и, значит, забираю, чтобы не помешало. У нас был случай на том доме ещё, у соседа стоял такой, знаете, батут, вот, для детей. Вот, но он такой довольно-таки большой, в поперечнике, может, метр два с половиной. Вот, и, значит, они там скакали, детишки, с удовольствием. У многих такой стоит. Иногда там даже такое делают, ну, заграждение, даже не решётка, а такой, ну, такая сетка, вот, чтобы не выпадали дети туда-сюда. У него без сетки был просто вот этот вот батут. И вот этот батут, значит, снесло и хорошо у нас по стенке дома прошло. Вот, ну, я его, кстати, поймал, потом он улетел, я его поймал, притащил, ну, чтобы ещё больше он, как говорится, не наделал делов. Перевернул, положил, а когда он пришёл с работы, я ему объяснил ситуацию. Ну, без разговоров он сам полез на лестницу, вот, где-то достал эти самые, ну, вот, чем дома обивает, и всё нам сделал, всё аккуратненько. Без вопросов, да, вот, чтобы, ну, не жаловались никуда, ну, действительно, мы никуда не жаловались. Вот, с собаками, когда гуляем, ну, конечно, собаку не удержишь, все собаки у нас тут нюхают, ходят по дворику. Ну, как, вот, этот самый, лишь, как он называется, ну, вот эта верёвка, да, она длинная, там, ну, метр, у нас, наверное, метров пять. Вот, мы-то идём, или, допустим, я иду, или кто-то, какой-то владелец собаки идёт по дороге, вот, а собака, значит, может к нам зайти, там, может даже, как говорится, оставить подарок. Ну, сразу это убирается, естественно, и всё, ну, я никогда не бываю против. Другое дело, что, если, допустим, я выйду в этот момент как раз, этот вот, который своего, свою собаку ведёт, он всегда передо мной извинится, что, вот, я зашёл к вам, или, там, моя собака зашла, там, сори, и всё такое прочее. Ну, то есть, вот, уважается право собственности, и просто так к вам на территорию дома, я уже не говорю внутрь, вот, а просто вот на нашу территорию, вот эту условную, да, он, никто заходить не будет. Вот, ну, заборов-то нет, ну, бывают и заборы, в принципе, где-то можно, где-то нет, вот, не только от штата зависит, а в самом штате, от домовладения, какие там правила могут разрешать сажать, допустим, те же помидоры, могут, нет, вот, правилами именно вот, ну, от этой деревни, скажем так, вот, можно держать собак, или нельзя держать собак, это ты заранее всё узнаёшь, вот, и тогда уже едешь туда, куда тебе надо. Ну, наверное, я ответил на вопрос, да, американцы прекрасно знают, что есть такое понятие private, вот, ну, как пишется, private, да, private, то есть, это, ну, приватное, своё, и туда без особой нужды заходить не следует, вот, так, потому что это чужое, это чужое, есть своё, есть чужое, вот, и всё, ну, привыкаешь к этому постепенно, ну, довольно легко привыкаешь к этому, я, конечно, не захожу на чужие дворики, если только мне что-то, вот, мы тут Мишку недавно ловили, конечно, по всем дворам проскочили, вот, и он тоже, вот, Мишка, он, когда мы гуляем, я иду по дороге, а он на длинном полоте там шныряет между кустов, но это вообще-то не очень хорошо, ну, так это, сквозь пальцы на это смотрят, а я тоже сквозь пальцы смотрю, сам я никогда не захожу, если только он, опять же, кучку наложил, тогда я со своим пакетом иду, вот, и забираю. Ладно, я думаю, ответил на вопрос, если что, я дополню. Второе, насчёт мусора. Так, вот тут товарищ мне письмо написал. В развитии темы уборки мусора, скажите, пожалуйста, а может и снимите, как, кто и каким способом убирают мусор с уличных дорог, ливневых стоков и тротуаров за пределами личной собственности, ну, то есть общественной, так я понял. Вот, тут трудно не понять. Заметил, что у вас в деревне, в кавычках, чище, чем у нас, бывает в городах, даже в областных столицах. Так, и дальше вот он ещё добавил, дополните, пожалуйста, во сколько денег вам обходится такая услуга. Услуга. Ну, вот, мы платим вообще, до жильё уходит большая часть всегда дохода у любого человека. Вот, и потому что еда здесь очень дешёвая, ну, барахло, ну, машина ещё, ну, машину раз покупаешь, кредиты, идёт она. Да, а, значит, за жильё там много всяких фи. Вот, фи – это оплата. Вот, и, значит, вот, в частности, вот это фи, про которое меня спрашивают, оно называется, оно называется Home Owners Association Fies. H-O-A Fies. Home Owners, то есть это вот как бы, вот у меня тут где-то был русский перевод, вот, ассоциации домовладельцев, вот как это называется. Значит, мы платим за это 160 долларов в квартал. Вот, квартальная почему-то плата. Ну, месяц там получается, сколько, 53 доллара, 33 и 3 цента в периоде, да? Вот, ну, полтинник, короче, примерно, да? Значит, за что это? Это вот, значит, уход за газонами, озеленение, это всё, что вот не у меня. У меня я всё это сам всё делаю, озеленяю, там, кусты какие угодно сажаю, то, что разрешено, конечно. Вот ёлок мы тут понасадили, ну, нормально, никто не против. Это можно. Уборка снега, ремонт дороги, вот, значит, вот, в частности, удаление мусора, уборка мусора, вот, ну, и так далее, борьба с вредителями. Помните, я рассказывал, как тут с комарами были целей, я рассказывал, что едет такая машина ночью, вот, у неё лампочка там мигает, вот, и они как-то брызгают, и комаров здесь летом нету, и комаров не мог. Вот, ну, и так далее, много всего, но просто вот я хочу сказать, что вот в нашем вот этом Home Owners Association, вот, мы платим вот такие деньги, И за это нам все убирают, приезжают Постоянно, особенно летом Ну зимой в основном они только снег убирают, конечно Вот, ну мусор, да А летом много всего И такой мусор И ветки И озеро чистят тоже Потому что ветер почему-то всегда в нашу сторону И у нас возле берега всегда полно травы Какой-то там Даже дохлые какие-то животные встречаются Замерзшие Весной всплывают Вот, и это все, значит, вот они убирают И чистят, это все вот входит 160 долларов в квартал Вот у нас чистенько и цветочки там посадят Где надо, и вот недавно у нас На одной парковке старое дерево было Они его, значит, спилили Убрали Убирают хорошо, там такая машина стоит Они просто это дерево бросают Оно, значит, и опилки Остаются, ну потом вот это опилки Увозят куда-то Вот, и тоже благоустроили вот эту парковочку Кустиков понасадили, травку Там все, траву здесь я, по-моему, говорил А может и нет Вот, значит, сажают Либо пласты сразу привозят Ну это редко Квадраты такие дерна, да Либо просто, значит, семена Землей присыпают А чтобы птицы не склевали Сетку натягивают Такую тоненькую сеточку И там оно растет Вот, и в общем Так вот часто делают Ну и там разные, значит, ну Всякие такие другие, значит Как сказать Элементы убранства, да Нашего Это они все делают Все красиво, все культурно Я смотрю, как они делают И точно так же делаю у себя Например, чтобы вот у меня елка растет Да, чтобы туда трава не заходила Ну, трудно там стричь траву-то, да Вот, я, значит, там траву выдергиваю Делаю такой, прокапываю такую канавку Вот, а под елку что-нибудь насыпаю Ну, там под елку-то особо не надо насыпать Там просто сыплются с нее Вот эти вот иголочки, да Вот, и там уже больше ничего не растет Ну, вот разные такие Я в России никогда этим не занимался Вот, а здесь смотрю, как мексиканцы работают Вот, ну и сам тоже так же и делаю Мульчи я никогда не занимался А здесь вот покупаешь мешок мульчи Ну, это такие щепочки, да Вот, и, значит, допустим Кус растет помидорный, да Под него мульчу Вот, чтобы там сорняков никаких не было Чтобы ему не мешало Ну, это я сильно отвлекся, конечно Все понятно, да Ну, вот, в общем, я надеюсь, что Два вопроса я более-менее осветил Где тут у меня еще, сейчас посмотрю Сколько стоит, сказал Ливневые стоки Ну, все, весь мусор, который есть Да, вот еще такой момент очень интересный Я как-то обратил внимание, в окошко смотрел Идет супружеская пара Вечером прогуливаются Ну, наши свои же соседи, да И лежит банка там, колы, что ли, что-то Прямо на дорожке Вот, он ее поднимает, эту банку Вот, и, значит, несет домой Ну, я так понимаю, что Он положит там ее в мусорку Вот и все Вот, и с тех пор я посмотрел Мне очень понравилось Я сам так делаю тоже Вот, если явно какие-то бумажки Особенно вот в среду, когда Если сильный ветер И приезжает вот эта машина Мусор собирать, да Она же переворачивает эти ящики И иногда что-то вырывается там ветром И летит по улице Этот убирать не будет Потому что это не его забота Вот, а ждать мексиканцев Для того, чтобы они убрали все вот это Да, ну, я лучше сам возьму И отнесу к себе в мусорку Вот, и многие так поступают И не я один, и не одни эти пенсионеры Ну, свое же, что Чтобы чистенько было аккуратно, правильно? Ну, все, я на этом заканчиваю До свидания С вами был доктор Влад